Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции Классификация практических методов вывода знаний. По плану рассмотрим следующие вопросы. Классификация практических методов вывода знаний. Коммуникативные методы. Пассивные методы. Контроль, лекция. Активные методы. Проведение анкеты, интервью, диалог. Активные, групповые методы. Круглый стол, мозговая атака, экспертные игры. Компьютерные, экспертные игры. Цель лекции формировать знания о классификациях практических методов вывода знаний. Ключевые слова это проведение анкеты, интервью, диалог. Круглый стол, мозговая атака, экспертные игры, компьютерные, экспертные игры. В неявном виде предполагалось, что это некоторые взаимодействия инженера по знаниям и эксперта в форме непосредственного живого общения. Однако, это не единственная форма извлечения знаний, хотя и довольно распространенная. В следующих работах, Волкова, Ломнева, Осипова и так далее, упоминается около 15 ручных методов извлечения и более 20 автоматизированных методов приобретения и формирования знаний. Что такое коммуникативные методы? Коммуникативные методы извлечения знаний обхватывают методы и процедуры контактов инженера по знаниям с непосредственным источником знаний экспертом. Текстологические включают методы извлечения из документов. Это методик, пособие, руководство и специальные литературы, статей, фонографии, учебников. В свою очередь, коммуникативные методы можно также развить на две групповые – активные и пассивные. Пассивные методы подразумевают, что ведущая роль в процедуре извлечения как бы передается эксперту, а инженер по знаниям только протоколирует рассуждение эксперта во время его реальной работы по принятию решений или записывает то, что эксперт считает нужным самостоятельно рассказать в форме лекции. В активных методах, напротив, инициатива полностью в руках инженера по знаниям, которые активно контактируют с экспертом различными способами, в играх, диалогах, беседах, сотрудникам и т.д. Следует еще раз подчеркнуть, что и активные, и пассивные методы могут чередоваться даже в рамках одного сеанса для лечения знаний. Например, если инженер по знаниям застенчив и не имеет большого опыта, то вначале он может использовать пассивные методы, а постепенно ближе знакомиться с экспертом, захватывая инициативу и переходить на наступление. Пассивные методы, на первый взгляд, достаточно просты, но на самом деле требуют от инженера по знаниям умение четко анализировать поток сознания эксперта и выявлять в нем значимые фрагменты знаний. Отсутствие обратной связи значительно ослабляет эффективность этих методов, чем и объясняется их обычный вспомогательный рот при активных методах. Активные методы можно разделить на две группы в зависимости от числа экспертов, отдающих свои знания. Если их число больше одного, то целесообразно, помимо серии индивидуальных контактов с каждым, применять и методы групповых обсуждений предметной области. Такие групповые методы обычно активизируют мышление участников дискуссии и позволяют появлять весьма нетривиальные аспекты их знаний. В свою очередь, индивидуальные методы на сегодняшний день остаются ведущими, поскольку столь деликатная процедура, как противом знаний, не терпят лишних свидетелей. Отдельно следует сказать об играх. Игровые методы сейчас широко используются в социологии, экономике, менеджменте, подготовке, педагогике для подготовки руководителей, учителей, врачей и других специалистов. Игра – это особая форма деятельности и творчества, где человек распрощается и чувствует себя намного свободнее, чем в обычной трудовой деятельности. На выбор метода влияет три фактора – личностные особенности инженера по знаниям, личностные особенности эксперта и характеристики предметной области. Одна из возможных – классификация людей по психологическим характеристикам. Делит всех на три типа – мыслитель, собеседник и практик. Мыслители ориентированы на интеллектуальную работу, учебу, теоретические обобщения обладают такими характеристиками когнитивного стиля, как полезная зависимость и рефлексивность. Собеседники – это общительные, открытые люди, готовые к сотрудничеству, в практике предпочитают действия разговором, хорошо реализуют замысли других, направленные на результативные работы. Для характеристики предметных областей можно предположить следующую классификацию – хорошо документированные, среднедокументированные, слабодокументированные. Кроме этого, предметные области можно разделить по критерии структурированности знаний. По структурированности будем понимать степень теоретического осуществления и выявленности основных закономерностей и принципов действующих данных предметных областей. И хотя экспертная система традиционно применяется в слабо структурированных предметных областях, сейчас наблюдается тенденция расширения сферы внедрения экспертных систем. По степени структурированности знаний предмет новости могут быть хорошо структурированными, с четкой оксимитизацией, с широким применением математического аппарата, устоявшейся терминологией, средне структурированными, с определившимися терминологией, развивающейся теорией, явными взаимосвязями между явлением, слабо структурированными, с размытыми определениями, богатой эмпирикой, скрытыми взаимосвязями, большим количеством белых пятен. Пассивные методы извлечения знаний включают такие методы, где ведущая роль в процедуре извлечения фактически передается эксперту, а инженер по знаниям только фиксирует рассуждения эксперта во время работы по принятию решений. Термин «пассивный» не должно вызывать иллюзии, поскольку он введен как противовес к активным методам. В реальности же пассивные методы требуют от инженера по знаниям, где меньше отдатей, чем такие активные методы, как игра и диалог. Согласно классификации к этой группе относится наблюдение, анализ протоколов мыслей и слух в лекции. В процессе наблюдения инженер по знаниям находится непосредственно рядом с экспертом во время профессиональной деятельности и лимитации этой деятельности. При подготовке к сеансу извлечения эксперту необходимо объяснить цель наблюдений и попросить максимально комментировать свои действия. Во время сеанса аналитик записывает все действия эксперта и в реплике и объяснении может быть сделана и видеозапись в реальном масштабе времени. Непременные условия этого метода – вмешательство аналитика в работу эксперта хотя бы на первых порах. Именно метод наблюдения является единственным чистым методом, исключающим вмешательство инженера по знаниям и навязывания им каких-то своих структур представлений. Существует две основные разновидности проведения наблюдений. Наблюдение за реальным процессом, наблюдение за имитацией процесса. Анализ протоколов мыслей и слух, протоколирование мыслей и слух, отличается от наблюдений тем, что эксперта просит не просто прокомментировать свои действия и решения, но и объяснить, как это решение было найдено, то есть продемонстрировать всю цепочку своих рассуждений. Время рассуждений эксперта, все его слова, весь поток сознания протоколируется инженером по знанию, при этом полезно отметить даже паузы и междеметия. Иногда этот метод называют вербальным отчетом. Вопрос об использовании для этой цели магнитофонов и диктофонов является дискуссионным, поскольку магнитофон иногда парализующий, действует на эксперта, разрушая атмосферу доверительности, которая может и должна возникать при непосредственном общении. Основной трудностью при протоколировании мыслей и слух является принципиально и сложным для любого человека объяснить, как он думает. При этом существуют экспериментальные, психологические доказательства того факта, что люди не всегда в состоянии достоверно описывать мыслительные процессы. Кроме того, часть знаний, хранящихся в ней в мировальной форме, вообще слабо коррелируют с их словесным описанием. Автор теории Фрейма в Минске считает, что только как исключение, а как правило человек может объяснить то, что знает. Однако существует труд, склонный к крифлексии, для которой проповедливается полный поступок. Лекция является самым старым способом передачи знаний. Лекторское искусство издревле очень высоко цененило во всех областях науки и культуры. Но сейчас интересует не только способность к подготовке к чтению лекции, сколько способность эту лекцию слушать, конспектировать и усваивать. Уже говорилось, что чаще всего эксперт не выбирает, поэтому учить эксперта чтению лекции по знаниям не сможет. Но если эксперт имеет у преподавателя, то можно воспользоваться таким концентрированным фрагментом знаний, как лекция. В лекции эксперту также предоставлено много степен свободы для самовыражения. При этом необходимо сформировать эксперту тему и задачу лекции. Например, тема лекции «Постановка диагноза воспаления легких», тема конкретно лекции «Расширение по анализу рентгенограмм». Задача – научить слушателей по перечисленным экспертом признакам ставить диагноз воспаления легких и делать прогноз. При таком постановке опытный лектор может заранее структурировать свои знания и ход рассуждения. От инженера по знаниям в этой ситуации требуется лишь крамотно, затем спектировать лекцию и в конце задания в ходе вопроса. Активные индивидуальные методы извлечения знаний на сегодняшний день наиболее распространены. В той или иной степени к ним прибегают при разработке практически любой эксперт-системы. Основным методом можно отнести анкетирование, интервью, свободный диалог, игры с экспертом. Во всех этих методах активные функции выполняют инженер по знаниям, который пишет сценарий и режиссирует сеансы завлечения знаний. Игры с экспертом существенно отличаются от других методов. Три оставшихся метода очень схожи между собой, отличаются лишь по степени свободы, которые может себе позволить инженер по знаниям при проведении сеанса завлечения знаний. Их можно назвать вопросными методами поиска знаний. Активируем анкетирование. Наиболее жесткий метод, то есть наиболее стандартизированный. В этом случае инженер по знаниям заранее составляет вопросник или анкету, размножает ее и использует для опроса нескольких экспертов. Это основное преимущество анкетирования. Сама процедура может проводиться двумя способами. Аналитик СЛУ задает вопросы и сам заполняет анкету. Под видом эксперта эксперт самостоятельно заполняет анкету. После предварительного инструктирования. Выбор способа зависит от конкретных условий. Второй способ нам кажется предпочтительным, так как у эксперта появляется ограниченное время для обдумывания ответов. Интервью очень близко к тому способу пакетирования, когда аналитик сам заполняет анкету, занося туда ответ эксперта. Основное отличие интервью в том, что оно позволяет аналитику опускать ряд вопросов, в зависимости от ситуации, вставлять новые вопросы в анкету, изменять темп, разнообразить ситуацию общения. Кроме того, у аналитика появляется возможность взять в плен эксперта своим обаянием, заинтересовать его самой процедурой и тем самым увеличить эффективность сеанса лечения. Вопросы для интервью теперь несколько подробнее о центральной измене активных аналитиков. Инженеры по знаниям редко сомневаются в своей способности задавать вопросы, в то же время как и в философии, и в математике эта проблема обсуждается. Свободный диалог – это метод извлечения знаний в форме беседы инженера по знаниям эксперта, в котором нет жесткого регламентированного плана и вопросника. Это определение, не означает, что к свободному диалогу не надо готовиться, напротив внешней свободной легкой формы этого метода требует высочайшей профессиональной психологической подготовки. Подготовка к свободному диалогу практически может совпадать с предлагаемой работой, подготовкой к эжемерским интервью. Подготовка занимает разное время в зависимости от степени профессионализма аналитика, но в любом случае она необходима, так как несколько уменьшает вероятность самого нерационального метода, метода проб и ошибок. Игры с экспертом. В этом случае с экспертом играет инженер по знаниям, который берет на себя какую-нибудь роль в моделируемой ситуации. Например, одному из авторов часто приходилось разыгрывать с экспертом игру учитель и ученик, в который инженер по знаниям берет на себя роль ученика и на глазах эксперта выполняет его работу. А эксперт управляет ошибки ученика. Эта игра – удобный способ разговаривать с истинчивым экспертом. Пример. Другая игра. Доставляет инженер по знанию взять на себя роль врача, который знает хорошо больного. Эксперт играет другая консультанция. Консультанция дает вопросы и делает так, как на целесообразность применения того или иного педа лечения. Игра «Дух врачей» позволила выявить, что эксперту понадобилось всего 30 вопросов для успешного прогноза во время как первоначальный вариант вопроса, составленный медиками для отрицательных, содержал 170 вопросов. Далее у нас на этом слайде вопросы для самоконтроля. На эти вопросы вы можете ответить на форуме. Первый вопрос – это классификация практических методов вывода знаний. Далее – коммуникативные методы, пассивные методы, контроль лекции и активные индивидуальные методы, прививки, макеты, интервью. Спасибо за внимание.